Всем привет! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о том, нужно ли внедрять половое воспитание как предмет школьной программы. Друзья, внимание на экран! Задумываясь о необходимости внедрения полового воспитания детей в образовательных учреждениях, некоторые родители начинают колебаться, и это нормально, так как эта тема зачастую замалчивалась по обоюдному негласному согласию педагогов и родителей и в обязательной школьной программе никогда не закреплялась. Были моменты, когда задавали вопрос, ну я же должна ответить на вопрос. Ольга Бородина – одна из редких сексологов-психологов нашей республики. Дипломированный специалист, она ведет свой блог в социальных сетях. Профессиональная деятельность применяет научный подход, имеет большой опыт работы, в том числе и по теме полового воспитания. Есть ли необходимость вводить половое воспитание как учебный предмет в образовательных учреждениях? И как на это отреагирует общественность? Половое воспитание – основная часть развития ребенка, и это целенаправленный процесс, который требует учтения очень многих нюансов. Соответственно, важным является вопрос определить позицию наших сегодняшних участников по, собственно говоря, вопросу того, стоит ли внедрять половое воспитание в школьную программу. Оптимисты – это те, кто считают, что это очень актуальный вопрос и даже проблема, которая очень ярко выражена в наше время. Потому что большинство школьников и молодых людей находят информацию в искаженном виде, от сверстников или из интернета. И поэтому очень важно прививать половое воспитание еще со школы. Пессимисты – это те, кто считают, что внедрение полового воспитания в школьную программу может лишь усугубить данную ситуацию. Поскольку наше общество к этому на данный момент не готово, и, по крайней мере, сейчас такое внедрять не стоит. Также и они обращают внимание на то, что специалистов, которые могут грамотно проработать этот вопрос, на данный момент мало. При этом у нас оптимисты будут располагаться справа, пессимисты – слева. Основная задача участников позиций – перетянуть на свою сторону, как можно больше людей с противооборствующей. Ну и так, друзья, определяем зону и… Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Человек, для которого нет безвыходных ситуаций. Психолог, сексолог и смелая женщина. Ольга Бородина. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ольга, сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать о себе. Ох, за минуту рассказать о себе – это, конечно, сложно. Я являюсь практикующим психологом уже более 15 лет. И последние три года я еще, помимо непосредственной психологии, занимаюсь сексологией в Якутске. Сейчас, на сегодняшний день, я единственный психолог-сексолог. И, наверное, когда я выбрала именно дополнительную специализацию, то здесь задача была связана именно с тем, чтобы, ну так сказать, наше сексуальное воспитание, наше ПО-воспитание, да, было правильным. Было именно не так, как нам передалось, так сказать, по наследству, возможно, да, и какие установки нам передали, а вот именно, то есть, чтобы мы научились правильно относиться. Потому что, на самом деле, очень много психологических проблем как раз связано с тем, что когда вот идет непринятие вот даже в сексуальном плане. Сейчас небольшое облиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, быстрый ответ. Итак, первый вопрос. За что вы любите свою работу? Моя профессия, она, наверное, для меня то, что мы те люди, которые становятся проводниками для людей, которые вот взаимодействуют, живут каким-то образом. То есть, если бы нас не было, то людям было бы просто сложнее. И главное, чтобы люди это понимали. А что самое сложное в вашей профессии? Знаете, вот здесь хочется немножко пошутить, да, мне как-то спросили, слышали, говорят, в чем плюс твоя профессия? Я говорю, плюс мои профессии, я очень хорошо разбираюсь в людях. Минус мои профессии, я очень хорошо разбираюсь в людях. А что вы думаете о половом воспитании в Якутии? Насколько это актуально? Насколько, если взять вот, ну, то есть, не мою деятельность, а вообще, допустим, в школах и так далее, то, конечно же, она не проводится. То есть, почему? Потому что, судя по тому, какие потом мы получаем травмы, даже ко мне приходит клиент с этими травмами, я понимаю, что этого полового воспитания просто нет. Ольга, перед вами сегодня те, кто постарается узнать вас сегодня поближе и, в частности, обсудить нашу сегодняшнюю тему. Ну, и давайте перейдем тогда к вопросам. Ну, начнем, опять же, с оптимистов. Как, вот, чтобы не травмировать ребенка, правильно подавать информацию? Когда начинать стоит говорить об этом, если ребенок не задает вопросов? Спасибо. Классный вопрос, на самом деле. Начинать с полового воспитания нужно, на самом деле, с маленького возраста, где-то примерно годика три даже. Первый период идет, это пара пубертат, это когда ребенок отвечает вообще на вопрос «Кто я?». И вот, наверное, кто из вас, может быть, уже у кого есть дети, да, вы знаете, что, например, мальчик и девочка начинается сравнивать, да, далее уже, вот, как это, так сказать, сформируется, и вот потом уже, то есть, если ребенку где-то 5-7 лет, то вы уже начинаете потихонечку рассказывать, в чем особенность, потому что там ребенок отвечает на вопрос «Какой я?». Это препубертат, да, то есть, получается, и вот здесь, где «Какой я?», они начинают понимать, то есть, что мне нравится, например, вот в одежде даже что-то начинают выбирать. Не зря в этом возрасте уже рекомендуют детям самим выбирать одежду, а не постоянно там вы за него, да, там, взрослый покупаете. Вот, поэтому здесь уже вы начинаете формировать интересы какие-то, его, вернее, он сам формирует, а он поддерживает, такая поддерживающая среда. И вот в этом периоде тоже очень важно уже начинать говорить вообще на тему секса, но не с точки зрения секса, это то-то-то-то-то, и вы рассказали, да, а именно с точки зрения того, что на самом деле, что такое секс, то есть, для чего, то есть, основная функция, то есть, для чего он нужен, да, то есть, и вот здесь как раз лучше всего это предыстория своей семьи, то есть, ну, у ребенка есть, например, мама-папа, да, и вы можете сказать, что вот когда-то там мама-папа гуляли, встретили друг друга, да, друг другу понравились, ну, то есть, немножечко сдалека, не сразу, бац, и в лоб, да, про секс, а вот немножко, и тогда у ребенка начинает формироваться этот момент, что оказывается, что это вот такой вот этап, и потом, позже, еще плюс в этом в том, что, когда вот уже пойдет подростковый, у него будет повышаться вот эти вот гормоны и так далее, и даже, возможно, у него появится интерес к уже непосредственно вступить в интимную связь, он, возможно, вспомнив эту историю, скажет, а вот хотел бы я именно так, чтобы это произошло, ну, то есть, начинает уже какие-то вопросы себе задавать, поэтому вот здесь это все вот так идет постепенно. Семестер, давайте послушаем ваши вопросы. Я бы хотела спросить, вот многие дети, из-за того, что недостаточно, недостаточно у них информированность, в возрасте, наверное, от 10 лет сталкиваются с харассментом, а родители не могут как-то им помочь, потому что они не могут с родителями поговорить на эту тему. Вы бы не могли, возможно, сейчас кто-то смотрит, кто сталкивается с такой проблемой, вы бы не могли дать, ну, какую-нибудь инструкцию вкратце, как сказать об этом родителю? У этого ребенка, у любого ребенка, даже если он боится родителя, есть все равно всегда какой-то значимый взрослый, тот, которому он доверяет. Это может быть старший брат или сестра, это может быть там дядя, тетя и так далее. И вот если, допустим, там родитель не может с ним поговорить, то, конечно же, лучше пусть поговорит этот человек, которому он доверяет, потому что разговор на тему секса должен идти с человеком, которому он доверяет, это, ну, собственно, от этого будет зависеть, как ребенок поспримет информацию. Но если вдруг произошло так, что разговора не было, как я понимаю, то есть ребенок не знает, что, как и так далее, если сейчас меня смотрят дети, например, да, хотя маловероятно, но вдруг, да, то детям я, конечно же, скажу, пожалуйста, не бойтесь, наберите номер телефона, есть телефон доверия, куда обязательно нужно сказать. Либо, если совсем страшно, закройте глаза, подадите кому-то из близких, с закрытыми глазами не так страшно, и просто скажите вслух, но главное не молчать. Кому-то нужно сказать, желательно сказать взрослому человеку, да, при том, если вы увидите, что взрослый человек не обратил внимания, либо он посчитал это как-то вот, ну, ерундой, да, то, значит, нужно найти другого взрослого и говорить другому взрослому. Спасибо. Ольга, вы упомянули, что некоторые родители могут быть против того, чтобы такой диалог ввелся с их детьми. Чем они аргументируют свой такой ответ? Там нет как таковой аргументации, там, скорее всего, есть страх. Ну, то есть чаще всего родители, которые запрещают другому человеку разговаривать, это ребенок, который сам был в детстве и с которым не разговаривали. Или наоборот поговорили, но поговорили как-то не так. Или наоборот он видел какую-то реакцию в детстве, которая до сих пор у него заложила очень такие нехорошие мысли, отпечатки и так далее. Поговорить тоже, ну... Важно качественно. Важно не то, что качественно, а еще раз говорю, донести именно мысль основную. А когда, представьте, такую ситуацию, вот я, допустим, мама, да, мне тема секса, я сама вот, мне немножко такая стеснительная, я разговариваю с ребенком, у меня есть стеснение, я с этим стеснением разговариваю с ребенком. Что видит ребенок? Ребенок видит секс, это плохо, это грязно, это стеснеет, что мама сейчас там краснеет, разговаривая со мной. Надо ли такой разговор? Нет. Вот в таком случае лучше действительно отправить как бы специалисту. Я, у меня был опыт два раза, я общалась с детьми на тему полового воспитания. При том, что дети уже, как вы поняли, все знали. Просто я немножечко, как сказать, вот, ну, поправила, так сказать, что я всегда, когда начинаю с детьми разговаривать, я всегда говорю, и так, кто знает, что такое половое воспитание? И там кто-то там, конечно, скромненько, но тут начинает. И вот я эту информацию беру и уже потом говорю так, как чтобы они взяли эту информацию с пользой для себя. У нас есть видеосюжет по теме нашего обсуждения, поэтому внимание на экран. Были бы вы рады, если бы в ваши школьные годы проводились уроки полового воспитания? Они нужны вообще в школе? Ну, наверное, да. Для чего? Воспитывать детей и не знаю, что. Дети должны знать, тем более. Сейчас живем в таком мире, что это везде все, везде видно и касается везде. Мы выходцы из СССР, где говорили, что ничего нету, да? Наоборот, наши дети сейчас должны это знать. Нет. Почему? Потому что интернет. Конечно, вот эти вот уроки давать или какие-то собеседования детям, подросткам, конечно, можно. А вы были бы рады, если бы в ваши школьные годы проводились подобные разговоры и лекции? Ну, дети этого не понимают, подростки, например. Я бы тоже так, когда в детстве была бы, я бы тоже постеснялась, например. Девочки всегда стесняются, например. Может быть, да? Ну, вот эти вот школьные психологи, педагоги, если бы разговаривали, они бы тоже знали, что такое это. Нужно осведомлять детей? Ну, да, подростков. Это обязательно, я думаю. Нужны ли такие уроки в школе? Зачем это? Не нужно. Для старшеклассников. Может, лекции какие-то, беседы. Для этого уже родители должны об этом говорить, а не учителя. Зачем? Разговор должен вести родители. Ну, да, конечно, актуально. Надо воспитывать наше подрастающее поколение, чтобы не было в дальнейшем никаких неурядиц с этим делом. А если бы в ваши школьные годы были подобные разговоры, проводились бы беседы, вы были бы рады, было бы полезно? Ну, полезно было бы, но насчет радости не знаю. Как бы это все равно интимное, это свое должно быть какое-то, поэтому, скорее всего, нет. А кто должен проводить эти беседы? Ну, в первую очередь, родители и педагоги. То есть, в школы водить это нужно? Да. Как мы видели в сюжете, есть, на самом деле, очень много людей, которые поддерживают целое внедрение полового воспитания, но при этом... Удачно зашли. Да, но при этом встречаются те лица, которые считают то, что это избыточно, то есть это не нужно. При этом хотелось бы обратиться к нашей аудитории. Друзья, может быть, есть среди нас те, кто считает то, что камнем преткновения по данной теме все-таки является чаще всего недовольство родителей. Как раз-таки страх того, что это будет... Излишне. Излишне. Есть такое? Кто с этим согласен и хотелось бы ваше мнение послушать? Или есть не согласные? А я с этим согласна, потому что наше предыдущее поколение, они очень консервативны. Как мы видели по сюжету, они стесняются даже об этом говорить. И я с этим согласна. Я считаю, что нужно начинать половое воспитание именно в школе, потому что вот с такими родителями, которые стесняются, они нам сами ничего не объяснят. И ради хорошего будущего нужно начинать нас самих, чтобы в дальнейшем мы сами могли воспитывать своих детей дома, уже начиная с трех, лет с пяти. И мы не будем в этом стесняться. И наши дети тоже будут к этому нормально относиться, что будет очень хорошо, потому что половая жизнь — это основная часть нашей жизни, скажем, очень важная. Здесь вот как раз аспекты заключаются. А как я пойму, что я подхожу к маме, у мамы начинаю спрашивать, да, мам, расскажи мне про секс, мама такая, ой, сейчас подожди, с папой поговори, да. И вот это они начинают вот, ну, с мамой, с папой. И что я думаю? Ага, это плохо, это как бы стыдно. Все, вот таких действий тоже точно не должно быть. Поэтому вот здесь я прям полностью согласна. Нужно родителей прям отправлять на эти курсы, то есть, ну, проводить для них. Половое воспитание начинается с того, что мы рассказываем про личные границы. И ребенку до пяти лет нужно обязательно сказать, рассказать, даже вот в голову вложить, что никто не имеет права его трогать. Не важно даже, что там, да, вот так сказать, в гениталиях, в интимную зону, а даже просто его трогать никто не имеет права. Что он имеет полное право, то есть это те человек. Потому что мы очень часто, не общайся с незнакомцем, не подходи к незнакомцам. Но мы никогда не говорим, вот такая интересная, да, ремарка, что мы очень редко, когда ребенку говорим, и не подпуская незнакомца к себе. Потому что иногда же может ребенок-то не подходить к незнакомцу, он же может подходить. И ребенок не знает, что делать в такой ситуации. И вот что самое важное, это личные границы. Про них нужно говорить с маленького возраста. К вопросу, даже ребенок, если не любит одевать там трусики и так далее, мы должны научить ребенка, что важно это одевать. Или еще один такой момент, это банально гигиена. Мыть руки, да, вот умываться там, подмываться и так далее, это все тоже половое восприятие. Вопрос. Аплодисменты. Ольга, какой совет вы бы дали нашим сегодняшним участникам? Ну, совет я давать не буду, я скажу рекомендацию, да. Рекомендация простая, но, наверное, из того, что мы сегодня разговаривали, то есть вы, наверное, уже сами услышали от меня, да, что... Если вдруг вы чувствуете, что с вами что-то не в порядке, то вы просто, как минимум, можете подойти к человеку и поделиться с ним этим. Если вам не помогло это, ну, тогда обратитесь, собственно, к специалисту и просто поговорите с ним. Психолог – это человек, который является проводником нас самим с собой. И поэтому мы не врачи, мы не делаем диагнозы, мы не ставим, к нам ходят абсолютно здоровые люди. Эти люди просто, они в какой-то момент запутались. И поэтому, если вы вдруг думаете, что у вас сейчас есть какой-то вопрос, на который вы хотите получить ответ, либо вы стоите в каком-то моменте, не знаете, куда пойти и так далее, то обратитесь к специалисту. Я даю вам гарантию, что вам как минимум станет легче, просто осознав то, что вы этот шаг уже сделали. Спасибо за приглашение, очень интересный формат, была рада быть гостем, не знаю, экспертом, как это называется, да, главным героем. Почему? Потому что тема действительно очень актуальна, и вот то, как обсуждали, то, как было обсуждение, это было видно, насколько это легко, и действительно это можно вот, когда вы будете смотреть, кто будет смотреть, то, ну, мне кажется, поймет для себя, научим ответы на многие вопросы. Поэтому продолжать в том же духе, классная программа, побольше интересных вам тем. Спасибо. Привет всем, мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в школах. Друзья, внимание на экран. Аббревиатура ОВЗ расшифровывается как ограниченные возможности здоровья. Под этим термином обычно понимают нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, умственную отсталость и расстройство аутистического спектра. ОВЗ не равно инвалидность. Это педагогическое понятие, а инвалидность – медицинский термин. Статус ОВЗ дает психолога-медика педагогическая комиссия, а инвалидность устанавливают врачи на медико-социальной экспертизе. У ребенка может быть инвалидность без статуса ОВЗ, например, у ребят с сахарным диабетом. И наоборот, ребенок с задержкой развития может не иметь инвалидности. Образование детей с ОВЗ вызывает множество организационных вопросов у школ и самих родителей. В какую школу должен ходить такой ребенок? Может ли он учиться вместе со сверстниками? Какие условия должна создать для него школа? Елизавета Зарубина – профессиональный психолог и профориентолог. Она работает руководителем проектов динамично развивающегося благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Харэсхал», который был создан в 2011 году. Должны ли дети вне зависимости от ограничений здоровья учиться в одних школах? И созданы ли для этого все условия? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели – это те, кто считает, что дети вне зависимости от ограничений здоровья должны учиться в одних школах. Обучить детей с ОВЗ в специализированных школах – значит лишать их возможности социальной адаптации. Реалисты – это те, кто считает, что отсутствие доступной среды не позволяет обучить детей с ОВЗ вместе с детьми без ограничения здоровья. В одних школах обучать детей с ОВЗ нужно в специализированных школах, а для их социальной адаптации нужно применять другие методы. При этом мечтатели у нас будут располагаться справа. А реалисты – слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Руководитель проектов благотворительного фонда «Харэсхал». Психолог и профориентолог. Елизавета Зарубина. Здравствуйте. Пожалуйста, присаживайтесь. Елизавета, здравствуйте. Добрый день. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам о себе. Меня зовут Зарубина Елизавета. Я работаю руководителем проекта благотворительного фонда «Харэсхал». До этого я сотрудничала с фондом как психолог. Я также занимаюсь профориентацией. У меня есть проект профориентации для ребят с ОВЗ с инвалидностью. В 2019 году я закончила магистратуру по психолого-педагогическому направлению. Ну и до 18 лет я относилась к категории ребенок-инвалид. И сейчас у меня есть малыш, которому 5 лет. У него тоже есть некоторые ограниченные возможности здоровья. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Итак, первый вопрос. Насколько остро сегодня стоит вопрос социальной адаптации детей с ОВЗ? Очень остро, потому что если вы следите за новостными лентами, могут быть какие-то новости, которые вызывают противоречивую информацию в этом вопросе. И, конечно же, к сожалению, статистика инвалидности растет. И на сегодняшний момент этих детей стало критично больше, они взрослеют. И мы, как общество, должны что-то для них предложить. Как вы пришли к работе именно в данном направлении? Мне кажется, как и любая история, она началась у меня с какого-то личного вопроса, потому что когда я училась в школе, про создание какой-то среды вообще не было речи. То есть мне просто приходилось адаптироваться по своим возможностям. Единственное, мне всегда шли навстречу и давали какой-то индивидуальный график. И когда я повзрослела, мне казалось, что было бы хорошо посвятить этому профессиональную часть своей жизни, потому что у меня есть задатки, возможности, и почему бы нет. И я знаю эту проблему как никто другой. С какими главными сложностями или трудностями вы сталкивались в своей профессиональной карьере? Мне кажется, есть проблема, которая заключается в том, что наше общество немного поляризовано в формате либо учиться, либо не учиться. И, допустим, сейчас одна из сложностей – это налаживание диалога между представителями власти, который, допустим, отвечает за образование, и родителями. Потому что родители бывают очень расстроены того, что не получают должного отклика, и, соответственно, это очень сильно накаляет обстановку. И когда у людей нет возможности к диалогу, соответственно, рабочие задачи решаются чуть-чуть труднее, чем если бы диалог был. Как вы думаете, понимает ли общество в достаточной мере, кто такие дети с ОВЗ? Мне кажется, нет, потому что, допустим, когда я говорю, что у меня была инвалидность, люди думают, что… люди сразу смотрят и ищут изъян, по которому можно было бы идентифицировать, нормально я или нет. Потому что до этого, когда ты не говоришь об этом, ну, как бы никто и не думает, что у тебя что-то есть. И когда мы говорим про то, что у человека есть какие-то особенности, людям сразу представляется несоциализированный человек, какой-то очень дикий, что он обязательно причинит вред. И, конечно, нам проще, ну, как бы не разбираться, потому что… Ну, а мало ли вдруг это как-то навредит мне, и поэтому я лучше откажусь от изучения этой темы, допустим. Какие мифы вы бы хотели развеять о детях с ограниченными возможностями здоровья? Мне бы очень хотелось, чтобы люди понимали, чем ОВЗ отличается от статуса инвалидность. И вообще, в целом, сейчас вот даже на законодательном уровне закреплено понятие особой образовательной потребности ООП. Но до сих пор, когда мы разговариваем на эту тему, мы все равно говорим ОВЗ, потому что это привычнее. Когда, как весь прогрессивный мир говорит, что ограниченные возможности – это некорректная формулировка. Итак, Елизавета, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться на нашу сегодняшнюю тему. Ну что, друзья, давайте мы обратимся к вам, к нашей аудитории, и, пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны, чем обусловлен ваш выбор. Давайте начнем со стороны мечтателей. Дети с ООС ОВЗ могут учиться в школах, как и все, потому что ОВЗ – это не инвалидность. Я согласна с вами, Елизавета, и то, что на разных стадиях можно учиться с ООВЗ, просто к ним уже небольшой другой подход. Я считаю, что они могут тоже, как и мы, учиться в обычных школах. Реалисты, пожалуйста, почему вы выбрали эту сторону? Дети с ООВЗ, они должны учиться именно в тех школах и так далее, учреждениях образовательных, которые предоставляют им комфортные условия для нормальной жизни, для нормального обучения. Именно потому что в среднестатистических школах, общеобразовательных, дети могут столкнуться с буллингом как раз-таки. Поэтому мы считаем, что им нужно именно предоставить такие условия, чтобы они учились в комфортабельных. Проблема социальной адаптации, она не так остро стоит, я считаю, потому что есть разные мероприятия, собрания, те же художественные школы, где дети с ООВЗ могут реализовывать себя в разных направлениях и получать социальную адаптацию, вне зависимости от их состояния здоровья. У меня есть ребенок, у него есть ООВЗ, потому что я считаю, что лучше таких детей, лучше обучаться в специализированных учреждениях, потому что в обычных школах, например, нет соответствующих условий, но у меня такое мнение. Дети, когда учатся в обычной массовой школе, так называемой, они привыкают, что люди все разные. Но каждый ученик удивляется, узнает что-то новое. Например, сейчас немногие ученики знают, что такое ООВЗ и не отличаются с инвалидностью, но человек с ООВЗ может рассказать, в чем отличие, идет развитие, развиваемся, узнаем что-то новое, я считаю. Еще мнение давайте послушаем. Дети с ООВЗ вправе выбрать себе ту школу, которую они хотят, то есть обычную школу, либо же специализированную школу. И если они, правда, хотят в обычную школу и готовы к этому, то я считаю, что они могут. Ну что, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашей гости Елизавете. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что в обществе есть запрос на социальную адаптацию людей с инвалидностью и ООВЗ? Если честно, мне кажется, запроса у общества в целом нет. Есть проблема, которая заключается в том, что мы, как люди, вообще, вот как биологический вид, да, интересуемся только теми проблемами, с которыми мы столкнулись лично. Допустим, я очень рада, что вы интересуетесь этой темой, потому что если у вас в близком окружении нет такого человека, и у вас у самих нет вот этого статуса, то значит, что-то мотивирует вас задавать эти вопросы. Но я уверяю вас, что когда мы взрослеем, у нас ценностно-мотивационный комплекс, то, ради чего мы там живем, что-то делаем, немного меняется и больше становится таким эгоистичным. И очень важно, чтобы мы делали сознательное усилие для того, чтобы думали о других людях, которым, возможно, живется не так благополучно, как нам. Мне кажется, этот запрос нужно как-то чуть более общественно все-таки резонировать, для того, чтобы потребность к его изучению была как можно большего количества людей. У меня есть такой вопрос. Какие из организаций, занимающиеся адаптацией детей с ОВС в нашей республике? У нас есть родительские объединения и различные некоммерческие организации, которые позволяют адаптироваться ребенку, проходить какие-то занятия. Но вместе с тем основную функцию по социализации все-таки как гарант Конституции несет на себе государство. И именно если мы получаем образование в государственной школе, если мы пользуемся медицинскими услугами, которые у нас идут также по государственной линии, то все-таки это должен быть вопрос такой, который мы, так сказать, реализуем в разных его учреждениях. Но по факту часто мы сталкиваемся с различными бюрократическими сложностями, проволочками, и поэтому люди для того, чтобы точно решить проблему, создают различные объединения и некоммерческие организации. Допустим, наш фонд как одна из таких организаций, которая объединяет на своей территории родителей и представителей власти для того, чтобы они смогли договориться о каком-то приемлемом варианте для каждого из них. Пожалуйста, еще вопрос со стороны реалистов. У меня есть такой вопрос, который волнует лично меня. Как дети из ОВЗ переносят свой диагноз в таком психическом плане, личном? Как они это эмоционально переносят? И как можно поддержать таких детей? И какие меры предпринимаются, чтобы было легче жить? Сейчас я очень много получаю запросов по вопросу того, как поговорить с ребенком, потому что иногда родители полностью скрывают о том, что у ребенка есть какие-то особенности здоровья. И они делают это лет до 10, когда он уже понимает, что что-то не так. Откровенно он чем-то отличается от других людей. И по большей части это беспокоит именно взрослых, потому что он же узнает, что он какой-то не такой, он не захочет жить, он что-то еще, и это достаточно серьезная проблема, которую нужно обсуждать, потому что если я не вижу понимания, как я могу адаптироваться, смогу ли я жить жизнью обычного человека, ну в кавычках, да, какая первая мысль у меня возникнет? Ну вот, все понимают, да, какая мысль возникнет? И если в этот момент мы не подхватим человека и не утешим его, не поможем ему, то последствия могут быть самыми печальными. Поэтому очень важно своевременно обращаться за психологической помощью и не толкать ребенка к психологу, а всей семьей посещать специалистов, потому что, допустим, у мужчин вообще немножко специфичное восприятие того, что у них ребенок чем-то болеет, либо у него есть какие-то особенности здоровья. То есть, допустим, мужчина может говорить, нет, они ленятся, он все может, нормальный там, да, и поэтому я очень рада из-за психологической помощи поддержку. Я очень хочу, чтобы в каждом учреждении появился специалист, к которому мы можем зайти в любое время для того, чтобы у нас была возможность обсудить те вопросы, которые нас беспокоят. Итак, друзья, у нас есть видео-вопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимания на экран. Как вы думаете, доступен ли наш город для проживания людям с ограниченными возможностями здоровья? Ну, разве что проспект Ленина будет, а так довольно много гуляю, но мало. Ну, да, все для этого есть. Пандусы есть, все есть везде, в общественных местах. Ну, в последнее время, да, видимо, только в центре, мне кажется. Ну, надо еще работать над ним. Ну, в нашем городе точно нет, потому что везде есть какие-то ограничения, и им трудно существовать. Даже зайти в торговый центр трудно без помощи кого-то. Ну, вводимые новостройки, да, есть, да, значит, условия для маломобильной группы, да, населения. А в старых еще где-то делается, значит, новое, а где-то еще отстает этот вопрос. Конкретно в этом городе есть определенные трудности. Ну, вот зимой, допустим, холодная погода, вот, и гололед и прочее. Вот людям, которые имеют какие-либо проблемы со здоровьем, им будет чуть-чуть тяжело. Нет, не считаю. А вы считаете? Ну, пандусов нету вот в магазинах. Ну, не везде есть пандусы, во-первых. Во-вторых, довольно сложно, наверное, в транспортном плане. Очень неудобно передвигаться маломобильным людям. Во-первых, и выходить сложно, во-вторых, и особо, наверное, некуда. Ну, я не думаю, что у нас какие-то много мероприятий проводится для людей с ограниченными возможностями. Скорее, нет. А как вы думаете, чего именно для условия для людей с ограниченными возможностями не хватает в нас в городе? Ну, во-первых, наверное, все-таки тротуары, вот все эти наши бордюры, которые, конечно же, оставляют желать лучшего. Ну, и вот подъем на транспортные средства, оснащение вот этими средствами, конечно. Они есть, я вижу, что они есть, но, наверное, недостаточно в количестве, я думаю. Как бы зимой даже, да, вот скатываться по этим. Ну, горка, можно сказать, тот еще экстрим. Наверное, потому что им, во-первых, и выходить сложно, во-вторых, и особо, наверное, некуда. Ну, я не думаю, что у нас какие-то много мероприятий проводится для людей с ограниченными возможностями. Как мы видим из запроса, большинство считает, что условия в нашем городе не отвечают требованиям вообще доступной среды в целом. Давайте зададимся вопросом в таком случае. С какими трудностями, в первую очередь, сталкивается ребенок, имеющий ограничения по состоянию здоровья? Ну, я считаю, все зависит от вида ОВЗ, потому что есть ОВЗ, когда человек просто заикается, а есть, когда у него нарушен опорный двигательный аппарат, и он не имеет достаточно мобильности, и на него наложено огромное ограничение в передвижении. И особенно остро стоит проблема социальной адаптации в нашем обществе, особенно для детей с ОВЗ. И тоже думаю, что не проводится достаточно хороших и действительно распространенных мероприятий для социализации детей с ОВЗ. Ну, я, например, тоже того мнения, что человек с ОВЗ, например, вот, он не сможет один передвигаться по городу. Мне лично вот в школе говорят, что ты, Миша, давай передвигайся один как-нибудь. Мама у тебя не вечная, а я как буду двигаться по городу один, если я могу потеряться, и машина может наехать. Вот, поэтому я считаю, что всегда кто-то из родных все равно должен помогать человеку с ОВЗ, не важно там. Я считаю, что человек с ОВЗ никак не сможет один по городу передвигаться. Спасибо. Вам, наверное, знакомо, как специалисты из сферы, в каких школах у нас сейчас, уже сегодня ведется обучение, как детей, имеющих, так и не имеющих ОВЗ? У нас есть коррекционные школы, их достаточно несколько. Есть школа, допустим, на Вилюйском тракте, где обучаются ребята с нарушениями слуха и с нарушениями зрения. Но там исключительно дети, у которых есть такие научения, правильно? Да, при этом вообще... А разве у нас нет таких школ, в которых обучаются дети, не имеющие ограничения? Есть школа, допустим, 22, есть школа 34, есть школа 4. 35-я школа есть. 35-я школа, она общеобразовательная, но там очень хорошая практика создания ресурсных классов. Но, опять же, эта практика хороша, потому что когда-то родители туда ее завели, и все-таки у школы, так как здание новое, вот в какой школе есть бассейн, только в этой, по-моему, да, есть возможность это обучение, ну, как бы, организовать. Каждый родитель должен воспитывать в своем ребенке, если даже он не имеет никаких ограничений и так далее, он должен воспитывать в ребенке, прежде всего, какую-то, не знаю, терпимость, толерантность, чтобы ребенок понимал, что существуют разные люди, и, соответственно, если мы устраним эту проблему, если мы достучимся до вообще людей и будем работать с этим, то, соответственно, эта проблема будет уже искореняться, так как люди начнут относиться к друг другу с большим пониманием, с любовью, и, соответственно, они будут стараться как-то изменить мир. Какой совет вам бы хотелось дать нашей сегодняшней аудитории? Я очень рада, что вы задаете вопросами того, чтобы мир стал комфортным для всех и каждого из нас. Спасибо вам за это большое. Я думаю, что если свою философию своей жизни вы пронесете через вот всю свою жизнь и будете ее также, как бы, озарять ей свой мир, то жить в нашем городе и в этом мире станет гораздо лучше, интереснее и благополучнее для всех нас. Спасибо. Мне очень понравился данный формат передачи, потому что все-таки я считаю, что очень важно давать слово подрастающему поколению молодежи, потому что они вырастут, придут на смену нам, и только от них зависит, в каком мире мы с вами будем жить. Субтитры подогнал «Симон»